Многие родители в связи с угрозой коронавируса боятся отпускать детей в школы и детские сады. Вспышка волнений прокатилась по всей стране и задела Тверскую область. Меры, которые принимают образовательные учреждения, достаточные или придется продлевать каникулы. Ответы на вопросы искала наша съемочная группа. Пока детей нет в 29-й школе Твери, техслужащие проводят обязательную дезинфекцию. Хорошо протирают специальными средствами все поверхности, до которых может дотянуться ребенок. Особое внимание уделяют ручкам, дверей и включателям. Их ребята трогают больше всего. Также в обязательном порядке пятиразовые сквозные проветривания – одно из главных оружий против коронавируса. Сквозное проветривание за 30 минут до начала уроков, на переменах в отсутствии детей и реакреации, когда начинаются уроки. Убираем три раза в день уборку. Протираем поверхности парт, клавиатура, дверные ручки, лестничные марши, выключатели. Все то, что касается рук. В дошкольных учреждениях также осуществляется дополнительная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. В групповых помещениях включают бактерицидные лампы. Кроме того, сотрудники детских садов контролируют и родителей, которые отвечают за здоровье детей большую часть времени. В помощь воспитателю – строгий утренний фильтр. Сейчас в обязательном порядке каждый родитель ставит отметку о том, что он измерил температуру ребенка, о наличии насморка, кашля, других симптомов, указывающих на заболевание или на плохое самочувствие ребенка, и ставит свою подпись утром и вечером. Если родители считают, что чаду безопаснее дома, то они могут перевести ребенка на дистанционное обучение. Для этого необходимо оповестить воспитателя или классного руководителя о своем решении. Для этого достаточно заявления в свободной форме, на электронном виде прислать, либо на бумажном носителе, где он предупреждает о том, что ребенок с такого-то по такой-то период он будет находиться дома, берет, естественно, всю ответственность на себя, и учитель, классный руководитель школы знает, где, и детский сад знает, где ребенок в настоящее время находится. Сейчас порядка 5000 дошколят и школьников перешли на такую форму обучения. Это порядка 5% от общего числа детей. Дистанционная форма обучения подразумевает самостоятельное изучение предметов, но под контролем педагогов, с которыми можно будет связаться посредством онлайн-платформ, мессенджеров и других технологий. Сейчас учителя готовятся к переходу в интернет-среду. В каникулы учителя будут корректировать свои учебные рабочие программы, используя платформы образовательные, которые сейчас являются открытыми. Это электронная школа, это Яндекс.Учебник, это Академкнига. Сейчас очень большое количество платформ, которые позволяют детям обучаться в дистанционном режиме, а учителя могут использовать эти ресурсы. При этом в Управлении образования Твери и Министерстве образования области подчеркивают, каникулы продлены не будут. Они пройдут тогда же, когда и всегда, с 23 по 31 марта. Несмотря на упоминание во многих СМИ о продленных каникулах, прямого распоряжения от Министерства образования России не поступало. Поэтому школы Верхнеложья пока следуют утвержденным учебным планам.